Назначение нового руководителя региона. Первое эксклюзивное интервью Игоря Артамонова. С ним беседовала моя коллега-ведущая телеканала «Россия-24» Екатерина Грачёва. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Я вас поздравляю с назначением. Ваш предшественник, Олег Королёв, из той плеяды, кого называют вообще региональными ветеранами. Он руководил Липецкой областью 20 лет. Какое он вам оставил наследство? Наследство, наверное, можно охарактеризовать словом «прекрасное», поскольку Липецкая область – один из лидеров и центрально-чернозёмного региона. А если смотреть в пересчёте на душу населения, то и страновой лидер. Здесь очень органично развивается сельское хозяйство, высокотехнологичное, промышленность, экономические зоны. Очень много иностранных инвестиций. То есть наследство, за которое всегда стоит сказать большое спасибо. Насколько для вас это назначение, вот этот новый вызов, то, что на Западе называют «челленджем», был неожиданностью? Ну, очень неожиданность. Неожиданность достаточно большая. Я понимал, что учёба на программе Управленческого, Высшего Управленческого резерва может к чему-то привести. Но очень быстро. Очень быстро. Ещё в пятницу я не думал, что в четверг я буду в Липецке с вами разговаривать. Ну, вот, Коль уж мы заговорили про ранхи, пояснить для зрителей, та самая президентская программа кадрового резерва при Академии народного хозяйства. Так вот, у неё очень высокий КПД. Вот с первого потока из выпускников девять стали главы регионов и два федеральными министрами. Чему же вас там такому учат? Ну, во-первых, новым современным технологиям, общению с людьми, то есть там тоже наука на месте не стоит, различным другим новым наукам, новым методам управления. То есть всё самое современное, что есть в мире – управление государством, управление компанией, управление людьми, а также необходимые технические, так назовём их, скиллы, технические навыки – это всё есть в программе. Вот ваше назначение, оно не только для вас, как мы уже понимаем, было неожиданностью, но и для многих политологов. Вот есть такое мнение, процитирую, что мотивы вашего назначения могут заключаться в высокой оценке тех результатов, которые вы показали на губернаторских тренингах. Вот что это за тренинги, которые для вас проводили в ранхи? Ну это действительно интересно, и это проводят только русские, российские специалисты или иностранцы? Нет, очень много иностранных специалистов, очень много известных фамилий иностранных, гуру такого мирового уровня, которые на каждой программе выступают, рассказывают о устройстве городской среды, о том, как надо управлять в условиях гибких организаций, agile, scrum, то есть новые методы управления, то есть эмоциональный интеллект. Ну масса людей, которые несут знания, мировое знание к нам. Наша задача его адаптировать и применять. Ну один из тех управленцев, который также любит привозить западные лучшие знания к нам, это Герман Гриф, вы выходец из команды Герман Оскаровича. Что вы унаследовали из опыта работы в его команде, что привнесете в Липецкую область? Ну у Сбербанка очень большой управленческий опыт. Вот мы сегодня показывали в Сбербанке интеллектуальную систему управления, которая апробирована уже очень давно. И у меня давно была идея, если можно в Сбербанке управлять посредством этой системы, почему нельзя управлять в органах власти. И мы сегодня показывали, рассуждали, обсуждали. И я буду заниматься внедрением интеллектуальной системы управления во власти. И я просил о поддержке в части разработки, в том числе и Германа Оскаровича, чтобы он помог. Потому что, если это удастся, эффективность власти должна серьезно повыситься. И простота управления, и легкость. Ну а на конкретных примерах, что это будет? Я буду видеть на своем компьютере, вплоть до чиновника районной администрации, его выполнения задач, его кипяев, его целей. То есть, легкость контроля, она должна сильно повыситься. Потому что вся информация, которую соберет и проанализирует машина, компьютер, будет стекаться ко мне. И я буду понимать, в каком из районов нашей области, в Тербунах, Долгоруково, у меня будут проблемы, у меня есть проблемы, как я их решаю, как их решает руководитель, который отвечает за решение этих проблем на месте. – Какой-то аналог прямой линии населения с вами, как с руководителем региона, будет? – Обязательно будет. Мы обсуждали с коллегами, с телевидением. Просто мне нужно какое-то время разобраться и понять, погрузиться в проблемы региона, чтобы я был компетентным собеседником для тех людей, которые будут задавать вопросы. Сейчас я не могу себя назвать суперкомпетентным собеседником в вопросах реализации властных полномочий, работы с населением. Это зона для моего развития. Система, образующая предприятия области, это Новый Липецкий металлургический комбинат. Вы как человек, который мыслит как бизнесмен. Как вы оцениваете на сегодняшний день бизнес-модель этого предприятия? – Бизнес-модель я не знаю, не видел. Я знаю, что объем производства растет и объем экспорта растет. Соответственно, растет объем налогооблагаемой базы. Меня, как руководителя региона, очень устраивает последнее. Объем налогооблагаемой базы и поступление налогов в бюджет субъекта. Поэтому я сегодня и предпринимательскому сообществу сказал, что моя главная задача – поддерживать и развивать бизнес, чтобы больше могли субъекты бизнеса зарабатывать, и, соответственно, платить налоги, которые мы направим, на улучшение климата, благосостояния, ну и решение других задач, которые поручены к исполнению президентом страны. – В первое время, безусловно, ваше главное преимущество, как и всех новых молодых руководителей, будет свежесть взгляда. Сейчас вы вот этим свежим взглядом где видите точки роста в Липецкой области? – Ну, во-первых, еще раз, некоторая перестройка системы управления. Мы вот сегодня долго обсуждали с предыдущим руководителем «Преемственность власти», «Преемственность проблем». И он поддержал те инициативы, которые я собираюсь сделать, о которых я вам уже рассказывал. Потому что взгляд и знания, которые мы сегодня обладаем, люди выходцы из технологичной компании, которая является Сбербанк, они не всеми используются, назовем это так. А я хочу использовать эти знания. И хочу, я не вижу ограничений, то, что можно использовать в бизнесе. В моем понимании, легко можно инвальвировать в управление регионом. Сейчас нас, безусловно, смотрят многие из команды вашего предшественника. Кого оставите? Кому готова замена? Вы знаете, я их пока в лицо еще не знаю всех. И судить о людях, когда ты не знаком с ними и не понимаешь их мотивов. Хотят они работать дальше со мной? Не хотят. У них есть амбиции продолжать работать на очень высоком уровне. У них есть мотив. Отсутствует ли у них усталость? Моя задача в ближайшее время переговорить с каждым, понять, что движет этим человеком. И определить вектор нашего совместного развития. Какие-то болевые точки в Липецкой области, о них вам уже докладывали? Вы знаете, Липецкая область, она ровная с точки зрения отсутствия ярких болевых. Есть проблемы, которыми я, наверное, завтра буду заниматься. Это проблемы дольщиков. Здесь есть проблемные объекты, по которым мне нужно срочно погружаться. ЖКХ? ЖКХ – это, знаете, общероссийская проблема. И есть тоже наработки. Я вижу решение проблем ЖКХ через концессии, государственно-частное партнерство. Я знаю, почему буксуют эти инструменты, и я постараюсь исправить это. Это очень нелегкая задача, но я примерно понимаю, каким путем надо идти. Моя задача – построить прозрачную систему общения с людьми. Ваш самый главный краткосрочный план, скажем, из трех пунктов на ближайшие полгода? Ну, мне надо понять, кто. Это первый. В принципе, у меня не три пункта, а один – кто. Всегда важно понять, с кем ты будешь работать. Самое главное – это люди. Технологии, так сказать, это все какие-то другие бизнес-дела делают люди. Если я понимаю, что те люди, которые будут со мной работать, способны и с технологиями, и с бизнесом, с налогами, с тарифами, больше ничего не надо. Я свои задачи все решу. Ну, и завершение, Игорь Георгиевич, чтобы понимать, какие сейчас инвесторы для вас являются целевыми, с кем вы будете вести переговоры, и кого вы будете завлекать в Липецкую область? Ну, знаете, в моем понимании, больших или малых, плохих или хороших инвесторов не бывает. Любой человек, который принес сюда деньги, создал рабочие места и заплатил налоги, он желанный для нашей области и желанный для меня. То, что хорошо для Липецкой области, хорошо для меня. Здесь есть иностранные инвесторы, здесь есть российские инвесторы. Я думаю, их должно мотивировать в том, что я из бизнеса. И с человеком из бизнеса, как мне кажется, с моим бэкграундом очень легко договариваться. Потому что принципы я изложил. Создавайте рабочие места, платите налоги, и мы сделаем все, чтобы вам очень нравилось работать на Липецкой земле. Большое спасибо за интервью, и удачи вам на новой для вас земле. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok